Здесь мы делаем уроки. Объясняем такие лёгкие задачи, но понимаем, что ребёнок отвлекается, ему интереснее поиграть, и он плохо концентрируется на задании. Как сделать, чтобы ему было интересно, или с ним общаться, или как-то ему доносить вот эту задачу, чтобы ему было самому интересно. Ну, такой вот житейский вопрос. Кабы отдельно были, никто не слышал. Я бы отдельно с вами уже не так говорил. Это вопрос, это не ваш. Вас это совершенно не должно так трогать уже. Вы сами понимаете, какая по жизни ваша была дорога к этим вопросам? Ну, я не хочу просто при людях говорить. Ну, мне неудобно даже, а тем более вам будет. Ну, если неудобно, ну, я, значит, заслужил. Ну, все уже понимают, что, да, ну, что-то я... Себе надо объявить в прошлой жизни, надо объявить войну, отвергнуть от себя, растоптать, выбросить. А у вас все еще тащится все за собой, говорится, всю эту падаль несете. Ну, не получается пока, к сожалению. Нет, 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 это не серьезно. Тут играют люди многие. А если ты молишься, тебе Бог открывает и показывает, где, что надо. Вам ответы не нужен здесь совсем. Так просто, чтобы показать себя. Все, я понял. Вот я начальник детского лагеря. Когда выступал, ну, я много лет в университетах преподавал, в школах, в милиции, в воинских частях. И я говорю своим абитуриентам, что слово «проблема» я исключаю из своего лексикона. А как? Нерешенный вопрос. Вот я говорю, Нургалеев, министр внутренних дел, сказал, что в стране 3,5 миллиона беспризорных детей. Это ваш вопрос. Что делать? Да ничего не сделаешь. Я говорю, вот проблема. Не проблема это. Это непонимание жизни. Это ваши там кричат? Приучите, чтобы они не подходили к близкой. Сейчас тихо, у меня занятие. К микрофону. Вот что нужно делать? Ничего. Ну, я создаю лагерь, регистрирую его в краевом отделе юстиции, строю, где помещения они должны от непогоды скрываться. Должны быть постельные принадлежности, матрасы и прочее такое. Кормить надо, чтобы было интересно. Набрать команду волонтеров. Я директор детского лагеря, он один на всю страну был, 45 лет. Тысячи детей подняли, отдохнули. Притом устав, строгая дисциплина. И все это бесплатно. Ни рубля за 45 лет. Только власть кидалась на нас, пыталась. Ну, всякий. Один год, даже три уголовных дела против меня возвели. Что там наказание, то другое. Вот сегодня я приехал, полный разгром Бог дал. От них ничего не осталось. Вот как делать. Почему? Потому что живем коротенькую жизнь. И играть не надо ни словами, ни поступками, ни глазами. Все должно быть серьезно. Вот говорят, в стране у нас погублено 71 тысяча сел, деревень. Но это же государство, образующая основа. И что? Ничего. Мы получаем землю официально через Краевой совет депутатов трудящихся. И начинаем строиться бывшая наша деревня. С нуля. Ни зданий, ничего нету. Одни мыши и воробьи. И все есть. Школа открыта. Интернет работает. Храм построили. Все за свой счет. Дороги за свой счет. Это страшно дорогое удовольствие. Пять продов восстановили. Рыба своя. Почему? Работать. Болтать некогда. По пять раз жениться некогда. Ты с одной-то не поправишься. А тут... Ну только видишь человека-то. По лицу видно, что не так живет. По поднятию ресниц женщина узнаешь, что она блудница. Зачем бы говорил премудрый стерах об этом? Значит, поднятие века, как она смотрит. Тем более мужчина. У мужчины все... Я сажусь в автобус. Один заходит в военной как бы форме. Я посмотрел на лицо и отвернулся, что... Прямо у него сочится с лица похоть. А он офицер. Его видно. Он блудник. Он не может скрыть этого. От него и запах идет. И к нему женщины льнут. Он погиб уже. Его нету. Одно зловоние. А он пытается учить, что-то говорить. И у него ничего не получается. А тут слово только сказал. Уже сделали его как... Как будто бы это пословица какая-то или что-то. Вот спорить не надо. Я выразил так это. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Вот такое выражение. А его подхватили в интернете везде. А это действительно так. А что такое совесть? У меня еще изречение есть. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Более точно нельзя сказать. Не душа, а участок души, через который слышится голос Божий. Это совесть. А бессовестно у него ничего не слышит. Ничего. Может ходить в церковь, причащаться, а ничего нету, пустое. Потому что верующий, рожденный от Бога, не грешит. А он живет во грехе и даже не понимает этого. Вот я вам ответ дарю. Что-то вас не видно даже. Благодарю. Я поэтому к вам с этим вопросом и... Ну, этот вопрос и задал. Имея опыт уже большой детского лагеря и работы с детьми, поэтому я к вам с этим вопросом и обратился. Ну, услышать вашу позицию, ну и применить ее... Это не моя позиция-то. Ваше, говорит, мнение какое. Какое тут мнение-то? Ну, разум из человека отнимает блуд. Вот. И компьютерные игры. Вот что память отрывает. Я вот ответил, а вы завтра опять снова будете задавать. Почему? А в памяти у вас ничего не держится. Ум совершенно решето. Я говорю вам, что это вам обидно будет, но это так. Женщина лукавое создание. А вы им... У меня дети, у тебя дети. Давай там... То есть никакого понятия нету. Что-то как-то жеребец неподложенный. Да разве можно так жить? Сколько их у вас уже потерялось? Будьте внимательны. На этом все кончится. Какой был Жириновский? Сколько у него жен было? Все, умер, ничего нету. Одни черви. А уж там был. С ним разговаривать нельзя. Было там женщин, депутатов. За волосы хватало. И все. Все кончилось. Как будто никогда его и не было. И так и каждый. Вот такой-то, такой-то был. Там Ленин, Сталин, Гитлер. Нету. Теперь на суде Божьем они. Вот как. А кого они казнили? Кого ссылали? Все люди перед Богом. Так, если вопросов нет, я отхожу. Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю. Вот у меня одно стихотворение про женщину. Последний куплет такой, что вокруг меня прекрасная, чистая, сестра накормлен, на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен. По-прежнему острый. По-прежнему острый. Это материн наказ был, когда мать говорила. И Господь сохранил от этого. Даже Евангелия еще не было. А этого Господь дал. Ангел-хранитель сумел же меня уберечь. Полезли в остров кувринке, я там скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Это у меня стихотворение про женщин. Ах, про женщин. Да, я женщина всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косо, змеей и струили щекосы. Занозой в них не вошел и нечего то ворошить. Вот такой куплет сложился. Отошел.